добрый день дорогие зрители слушатели православного канала экзегет в предыдущей нашей с вами беседе мы говорили о гиене огненной о том месте которое удало название вот этому явлению этому понятию которое упоминается слова господа нашего иисуса христа святом евангелии и мы говорили о том что это изначально вот действительно историческое географическое место которое и дало жизнь дало название самому этому понятию этому символу и это долина которая находится с юго-западной стороны от современного ну вернее от старого города иерусалима такая длинная узкая глубокая долина которая называлась кей или гай бнехинном но в прошлой беседе мы коснулись только лишь и но что ли самой истории возникновения этого понятия а сейчас немножко продолжим наш рассказ и поведаем о том что же происходило с этим местом после того как его упоминает господь уже в таком несколько ну что ли символическом значении да под этим образом храмовой такой мусорки помойки где постоянно горел огонь где постоянно совершали свою разрушительную работу черви неусыпающие неумирающие вот этим образом господь рисует намного более страшную и такую реальную даже может быть более в каком-то смысле картину тех вечных мук которые ожидают грешников людей пошедших по пути соблазна но на этом как мы знаем история этого места она не закончилась и получила свое продолжение буквально краткое время после того как господь спустя краткое время после того как господь обращал к слушателям свои поучения южный склон вот этой долины бне генном получил такое особенное название хакел дома хакель дома более тоже привычная нам под названием акел дома это та самая земля крови земля горшечника скудельница вот на которую были потрачены те 30 сребреников которые иуда раскаявшись бросил в храмовое святилище отказавшись таким образом от недостойной оплаты которую получил за предание своего божественного учителя и дело в том что помимо вот этой самой глубокой части геномской долины куда действительно свозился мусор куда выбрасывались неудостоившиеся погребения была и ну более такая высокая и более южная часть этой этой же самой долины которых ну с такие с такой конечно натяжкой из доли иронии можно назвать фешенебельный фешенебельность ее состояла в том что в ней находили свое посмертное пребывание уже те кто сподобился в действительности погребение кто оказывался погребен похоронен похоронен в этой же самой долине в этой же в этом же самом месте акел дома и весь южный склон этой долины он покрыт гробницами высеченными в камне ну а также и естественными пещерами в которых находили свое пристанище и живые и умершие поскольку и эти естественные пещеры точно также превращались вот в такие семейные усыпальницы гробницы в частности например археологами уже в двадцатом веке в этой самой акел доме на этом южном склоне геномской долины было обнаружено ни много ни мало как семейная усыпальница того самого первосвященника анны в доме которого совершалось осуждение спасителя более того в одной из вот этих таких вот достаточно роскошно отделанных усыпальниц было обнаружено также и захоронение некого сына первосвященника симона который был за какое-то преступление видимо возмущение против римской власти подвергнут тому же роду казни что и спаситель и в асуаре то есть таком каменном саркофаге небольшом в котором хранились кости этого усопшего была найдена его лучевая кость пробитая римским кованым железным гвоздем из чего мы сейчас знаем и такие вот обстоятельства что ли в каком смысле физиологически того рода казни страшного рода казни распятия которому подвергся и спаситель и многие другие казненные подобным же образом и поэтому вот это долина мне геном в союжной части она стала вот таким что ли иерусалимским некрополем ну собственно практически все удалины которые опоясывали с южной стороны старый город иерусалим они служили мест местами захоронения и погребения но вот в том числе и вот эта южная часть почему в ней погребали таких людей знатных потому что рядом находился сионский холм западный холм иерусалима где как раз таки жили наиболее такие аристократичные вельможные представители граждан и населения иерусалима и поэтому естественно что неподалеку от их домов располагались и те кладбища на которых они погребали своих дорогих возлюбленных но помимо этого там существовали и так называемые скудельницы дело в том что у русалиме умирала естественно много паломников много странников которые приходили в этот город для того чтобы скоро совершить поклонение его святыням далеко не у каждого из них были средства для того чтобы быть погребенным вот таком специально высеченным для него каменным каменной гробницы каменной усыпальнице и поэтому таких людей хранили в так называемых скудельницах скудельница это слово которое сохранилось у нас на руси происходит она от слова скудель то есть глина земля как правило эти скудельницы представляли из себя одновременно представляли собой одновременно и такие дома убогих престарелых и в то же время вот такие коммунальные погребения людей которые не могли позволить себе отдельное место дорогое место где-то земли на каком-то вот такому фишенебельном и дорогостоящем кладбище как правило для таких людей вырывали просто такие ямы над ними ставили вот такие скудельные дома или избушки которые служили таким своего рода навесом как бы над вот этими общими захоронениями и вот эта яма она заполнялась постепенно телами которые укладывали в перемешку друг на друга пересыпали и звездкой какой-то там или золо для того чтобы они не разлагаясь не вызывали каких-то заболеваний не распространяли смрада и вот в таких братских могилах хранилось множество людей и вот поэтому когда иуда выбрасывает вот эти деньги то который он получил за предательство спасителя то книжники говорят что недостойно вложить эти деньги в карвану то есть в храмовую сокровищницу обратно а поскольку собственно платили ему из этих храмовых средств за предание спасителя то книжники посчитали невозможным неэтичным удивительная конечно насмешка вообще над самим понятием этики и морали вложить эти кровавые деньги обратно в храмовую сокровищницу и искусные в том чтобы находить какие-то благовидные предлоги оправдания своим поступкам и книжники и фарисеи говорят что они потратят эти деньги на общие народные нужды на то чтобы купить очередной участок земли в этой самой акел доме в этой геномской долины и поступок долине построить там вот такую очередную скудельницу вот такое очередное место для погребения странников то есть это как бы вполне даже такой и благородный в каком-то отношении как им кажется поступок который способен очистить вот эти кровавые деньги поскольку он пойдет на благие дела на благие нужды на то чтобы сделать еще одно коммунальное кладбище в которых так нуждается иерусалим еще одно место для такого вот всеобщего погребения бедных странников которые естественно могут позволить себе более дорогого погребального обряда и место погребению покоения действительно эти пещеры эти погребальные ниши и гробницы которые высекались в этих скалах но стоили денег на самом деле просто огромных ну не только жители иерусалима желали быть погребенными здесь но и многие жители других намного более отдаленных мест платили значительные деньги для того чтобы выкупить гробницу себе здесь в иерусалиме и упакуется в священном городе и чтобы их тело было может быть даже после их кончины сюда привезено и нашло свое последнее пристанище именно здесь вот в этом месте то есть вот такой лицемерно добродетельный поступок с вот этими деньгами иуды собираются совершить книжники и фарисеи вот как раз таки в том месте которые хорошо было известно и веками служила это цели погребения странников в иерусалиме и такими скудельницами как правило служили естественно существовавшие здесь ямы или пещеры и вот в одной из таких пещер нашли свое пристанище нашли свое убежище святые апостолы в то время когда над их божественным учителем совершалась страшная казнь на голгофской горе как мы знаем апостолы одержимы вот этим понятным человеческим страхом будучи преследуемы ненавидящими их жителями иерусалима которых на этом достаточно активно подущали книжники и вожди иудейского общества вынуждены были скрываться и прятаться там где их с наименьшей вероятностью могли бы найти и вот таким убежищем по местному иерусалимскому преданию для святых апостолов послужила пещера как раз таки на склоне акилдамы склоне вот этой геномской долины эта пещера и до сих пор сохранилась ее показывают посетителям этого места и туда приходили паломники во все времена во времена уже так сказать когда город русалим и являлся местом христианского поклонения местом сосредоточения христианских святынь сейчас эта пещера в которой нашли себе когда-то убежища святые апостолы является частью современного монастыря преподобного ануфрия великого и в ней расположен один из пещерных храмов этой святой обители но появление монастыря здесь тоже не случайно дело в том что в четвертом пятом веках вот эти окрестности иерусалима в которых когда-то происходило столько всевозможных драматических событий начали активность заселяться пустынниками отшельниками поначалу первые монахи как мы знаем жили прямо при храме гроба господня и имели своим жительством непосредственно городу русалим но конечно такое жительство среди города далеко не всегда было полезно монашествующим и поэтому очень скоро они начинают заселять близлежащие и на тот момент достаточно пустынные окрестности святого города и вот в этих некогда погребальных пещерах во множестве поселяются вслед за апостолами которые когда-то страхи сидели вот в этом убежище в этой пещере пережидая те страшные события исход которых им был совершенно еще на тот момент неизвестен вот теперь здесь же в этих пещерах находят свое пристанище уже монахи и аскеты подвижники на самом деле нет никаких сведений о том чтобы в их числе подвязался и преподобный ануфри великий этот великий один из действительно таких величайших святых православной церкви по своему происхождению был персидским принцем родился около 320 года и такие совершенно чудесные обстоятельства сопровождали его рождение в юном возрасте еще он был отдан в монастырь а возмужав и получив такое монашеское воспитание он уходит в пустыню и проводит в ней 63 года практически никого не видя так что во время этой своей пустыннической жизни на нем уже совершенно не осталось никакой одежды и одежду ему заменили такие необыкновенно густые длинные волосы и густая очень такая длинная спускавшиеся до земли борода вот его изображение в таком виде достаточно нередко может быть вы могли видеть в православных храмах обычно там два таких бородача изображаются вместе преподобный ануфрий великий и преподобный петр афонский оба этих подвижника которые долгое время прожили в пустынных местах где им никогда не встречался никто из людей заменяли себе одежду вот таким необычайно богатым и густым волосяным покровом длинными отросшими волосами на голове и необычайно длинными такими бородами которые прикрывали так сказать их тела и только лишь в конце своей жизни преподобный ануфрий встретил преподобного пафнутия другого египетского подвижника и рассказал ему о своей жизни о своем житии благодаря чему мы и знаем о его подвигах и его происхождении ну кто пожелает может ознакомиться жить им преподобного ануфрия великого это действительно весьма интересное и увлекательное такое чтение однако из него никак не следует что он когда-либо вообще посещал иерусалим или каким-то образом подвязался в иерусалиме тем не менее 19 веке в его память его его честь как раз таки на склонах акилдомы был построен монастырь православный монастырь это не первый конечно монастырь который там был и возможно что когда-то в древности действительно там также существовала иническая обитель в честь преподобного ануфрия великого одного из таких великих подвижников которые почитался и безусловно и в иерусалимской церкви уже в более поздние времена после того как в этих местах подвязались многочисленные византийские христианские отшельники акилдома традиционно продолжила свое такое существование как место погребения странников в том числе и в первую очередь странников христианских еще при знаменитом гаруне аль-Рашиде знаменитом правители багдадского халифата том самым которому по легендам рассказывала тысячу и одну ночь своей сказки небезызвестные шехерезата в иерусалиме появился первый такой квартал для выходцев с латинского запада который получил название муристан квартал практически примыкающий гробу господню и до сих пор одна из площадей старого города носят имя муристана вот жители этого муристана которые получили позволение от гаруна рашида и построят там христианскую церковь такого вот уже западного обряда и для того чтобы жители этого квартала могли достойно погребать своих умерших а это было общем достаточно большая христианская колония они получают свою собственность также и участок земли в акилдоме совсем недалеко от современного монастыря преподобного ануфре великого и вот здесь возводят первый храм который получает имя храма девы марии в акилдоме и там в подземных пещерных помещениях находившихся под этим храмом и вокруг него хоронят христианских паломников это достаточно древняя такая была традиция которая существовала на этом месте еще и византийский период до сих пор одну из пещер одну из гробниц показывают здесь в акилдоме как место в котором нашел своего покоение никто иной как святитель ювеналий первый архиепископ иерусалима после того как в пятом веке кафедра палестина была перенесена в святой град иерусалим из кесарии палестинской но вот жители муристана продолжили эту традицию и начали погребать своих умерших здесь в крестоноский период естественно число паломников число тех кто приходил в иерусалим и в том числе тех кто и умирал во время этого странствования во время своего достаточно продолжительного пребывания в иерусалиме поскольку паломничество то мы же понимаем совершалось не на неделю и не на две а как правило паломник проводил достаточно продолжительное время если уж добирался до святой земли и понятно что его нужно было хоронить понятно что чаще всего такого паломника не было средства для того чтобы устроить себе какое-то такое богатое и единичное такое одиночное погребение поэтому опять возникла необходимость вот таких с кудельницах и церковь девы марии в акеодоме стала как раз таки таким вот местом погребения всевозможных странников и паломников святого города иерусалима в первое время этим занимались монахи бендиктинцы но 1143 году они уступили это право рыцарем ордена госпитальеров или ионитов ну поскольку это было в основном их обязанностью всячески заботиться многочисленных пилигримах святого града о том чтобы они могли безопасно добраться туда получить там кровь ночлег пристанище и в том числе и последнем покоение поэтому госпитальеры и возводят над этими скудельницами акеодомы церковь девы марии в акеодоме руины которые можно видеть там сейчас и до сих пор сохранилась от них к сожалению немного но несмотря на то что после ухода крестоносцев со святой земли этот храм был разрушен тем не менее все равно кладбище продолжало существовать им продолжали пользоваться и еще паломник 18 века священник московский ан лукьянов говорит о том что во во времена его паломчество это самый конец 17 начала 18 века здесь погребали до 50 человек в сутки такой был большой наплыв паломников даже в те времена что уж говорить о том сколько приходилось погребать там христиан во времена крестоносцев и анна лукьянов очень так интересно описывает вот эти погребальные пещеры которые он посещает будучи вынужден прикрывать рот и нос платком от того тяжелого духа который естественно там стоял тление но тем не менее он говорит что сами вот эти вот тела не издавали какого-то смрада но постепенно разрушались и подвергались тлению то в этих пещерах а затем их кости собирались и по такому восточному распространенному на православном востоке обычаю вторичного захоронения имеющему еще такие очень древние на самом деле корни эти кости собирались и уже хранились отдельно в каких-то таких вот асуаре в саркофагах или в каких-то местах предназначенных для хранения костей вот этих паломников и пилигримов и поскольку существовала вот такая давняя древняя традиция почитание акилдомы как место захоронения многочисленных христиан паломников убежденность том что многие из них были людьми святыми праведными безусловно среди них наверняка было немало и монашествующих это и привело по всей вероятности к тому что в 19 веке иерусалимской патриархии выкупает части вот этой земли в акилдоме и там строится монастырь в честь преподобного ануфрия великого в котором есть и храм построенный над пещерой в которой по позднему преда преданию подвязался преподобный ануфрий и пещера которая служила по иерусалимскому преданию местом в котором скрывались святые апостолы как об этом уже говорили в двадцатом веке этот монастырь пришел в некий такой упадок но в девяностые годы его восстановил архиепископ герман и сейчас там подвязается небольшое женское сестричество попасть в монастырь бывает не всегда просто паломникам приходится либо созваниваться договариваться о каком-то времени которое будет удобно для посещения чтобы сестры могли принять этого паломника либо достаточно долго и настойчиво стучать в монастырские ворота чтобы вам их наконец открыли и впустили внутрь вот ну тем не менее это место достаточно интересно примечательно и стоит того чтобы его посетить что же касается преподобного ануфрия великого и того что может быть кто-то скептически воспримет вот такой его внешний вид вот этой длины такой бородою который заменял ему одежду и длинными волосами то приведем один любопытный случай описаны в сборнике жизнеописаний афонских подвижников 19 века там рассказывается о некоем афонском монахе который среди греков отличался необычайно красивым таким певучим голосом и вот этого греческого монаха постоянно приглашали в разные монастыри для того чтобы он украсил своим пением какие-то праздничные службы и вот однажды после такого праздничного торжества когда этот монах пел и прославлял бога своим прекрасным голосом он к сожалению не применил и почеславится своим дарованием и настолько придался каким-то чеславным помыслом и чеславной радости по поводу собственного прекрасного голоса что прогневал этим спасителя который ему это дарование дал и божья матерь которая так сказать также ему помогала в несении вот этого богослужебного труда и он удостоился явления божьей матери которая сказала ему с таким обличением что за то что он не умеет с пользой для своей души пользоваться тем даром тем прекрасным голосом который ему дан этот прекрасный дар от него отнимается больше такого замечательного голоса у него не будет но чтобы он не впал в уныние ему будет дан другой дар этим даром оказалась необычайно длинная борода после вот этого видения результатом которым стало действительно утрата этим монахом его некогда замечательного и красивого голоса который он не смог сохранить благодаря своему тщеславию в некоторые утешение для него у действительно стала расти и необычайно прибывали прибавлять в длине его борода и выросла надо такой необыкновенной длины что для того чтобы целиком продемонстрировать свою вот эту бороду ему приходилось становиться на скамеечку и только в таком случае борода достигала земли но как оказалось вот этот дар имел своей целью не просто как-то компенсировать вот такое самолюбие лишенного прекрасного голоса монаха но имела и такие на самом деле далеко идущие последствия в то же самое время один из турецких султанов однажды посетил резиденцию константинопольского патриарха в квартале фонар пришел в лохернскую церковь вместе с патриархом и там увидел на стене изображение преподобного ануфрия великого и преподобного петра афонского которые отличались вот такими необыкновенно длинными как мы говорили бородами ха сказал султан все то у вас христиан какие-то сказки до выдумки не бывает таких длинных бород у людей как это изображено здесь у этих стариков на стенах твоего храма сказал он патриарху отчего же сказал ему патриарх константинопольский вот и сейчас на святой горе афон в одном из наших монастырей подвязается монах у которого в точности такая длинная борода не поверю сказал он это султан пока не увижу эту бороду сам и не потрогаю своими руками и вот монаху пришлось покинуть афон по просьбе уваженнейшего патриарха константинопольского он приехал ко двору султана залез на эту скамеечку для того чтобы султан мог собственноручно прямо даже несколько волосков отследить и провести собственными пальцами непосредственно от подбородка до самой земли и вот когда султан это проделал несколько раз и понял что борода не накладная не какая-нибудь прирощенная не каким-то хитрым образом таким вот искусственно созданная но действительно натуральная настоящая борода то вынужден был воскликнуть что нет воистину все о чем говорят христиане правда и он вознаградил и монаха за так то что у него оказалась такая длинная борода и выдумал большое количество золота который тот увез свою обитель а также и выписал патриарху 200 фирманов то есть 200 именных разрешений на строительство или починку христианских храмов настолько так сказать он преисполнился щедрости вот убедившись в истинности каких-то христианских преданий и даже тех из них которые могут показаться они вполне вероятными и фантастическими преувеличенными но вот следуя доброму примеру этого султана и мы также с вами будем стараться бережно и внимательно относиться ко всем преданиям которые сообщаются в житиях святых в истории нашей православной церкви беречь их и не подвергать их какому-то такому высокомерному высокопарному сомнению хоть зачастую наш склонный к рациональной оценки всего ум и как-то искушает нас это сделать и так молитвами преподобного ануфрия великого и других известных и неизвестных преподобных отцов которые нашли свое покоение в том месте которое некогда было местом страшных жертвоприношений страшных преступлений местом которое послужило прообразом вечных мук и ада но для многих стало местом спасения и вечного упокоения уже в христианской истории господа сохранит нас и избавит от той страшной участи которая уготована тем кто к сожалению узнает о том что такое гиена огненная на собственном несчастном жизненном примере внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео